Курсия продолжается. С вами Олег Григорьев. Мы с вами попадаем уже в следующий зал, который называется «Голубой». Вот наш источник Николай. Спасибо за искусство. Так, и мы с вами попадаем в голубой зал, где проходят, видимо, все официозы. До 1946 года тут насправді будут 2 зали. На 31-го влаще фасциналка був пеношковый год, а тут была кімната для гостей. 29 октября 1944 года місто Чернівців 2-й нашли радянские войска. Під час бурноців позавлений наше місто три рази бездають майже безбору. Двічі проводили эвакуацію на микрофоні. Олег Генченко – это тот спидпадает, что залишилось здесь. Библиотец. И завалило все право в частина другого поводу. Такое митрополитие в покойску в трапезна зала. Домова церква митрополита, священная имьям управителя Буковини, святого Иоанна Нового Сучарского. В той же день Чернівцяк ввалила будівля Швейцарского консульства. Я вам нагадаю, здесь в 1938 році Чернівцяк было 7 консульств, навіть консульства Чили было в Чернівцяк. На этом стенде, видимо, находятся фотографии. университета. Разные здания. Ну, а здесь фотография уже непосредственно города. Да? Штава города. И дальше мы проходим в следующий Красный зал. Ну, а сейчас мы заходим с вами в Красный зал, где будет продолжен рассказ о помещениях университета. Ну, в общем-то, интерьер зала оправдывает название. Красный зал. Перед нами очень интересная резьба на потолке. Даже не резьба, а там резьба с рисунками. В общем, безумительный потолок. До 1945 года. И пан Микола продолжает свою распорядку. Это была зал, что сидели священному акценту. Добрый, что было дороже на расслабленную церковь, которые должны их давать. Долго Акцентерича, что мы находимся на расслаблении, там регионах и зараз оправдаются в город. Наступно подбережит геологическую волю, где для усилительных поживаний наступного ряда граждали за собой православный сезон в Чорногорске и Германске и победил на мутрополе с православной муковельцем. 19-го січня 2019 года в складе Русской православной церкви областного на мутрополе в Буковине и в Хортидайме Ромаштин. Котинску фортельцев социальности не важен, раз я туда поеду. Еще на території нашей области расслаблены на рейше православный православный сезон в Европе в Банчанском монастыре. Едина мутрополя старого обрядцев на территориях Австралийской империи. Родом из Буковины, засловник вищей освятии Украины, мутрополит Киевский Петро Могила. Он родился в месте Сучана, 80 км на певдень от нас. Наверное, в тих зале, в кенажерство, в Буковине 24-го, ця зала наступна приймана, кабинет нашого вельма шановного пана ректора, в береженні майже в оригинале. Паркету 139 років, це дух, дух його рік. Стіни цієї зали, вони зболобиті червоним, кистайским шоком, двоих дверей, шах вікна в оригинале, ці двері в оригинале, 1872 рік, люстрам 106 років. Тепер це зали засідані в Черної Раді, в Жрехнараду, університету. Не ворожить в мене два величезні в Венеціалинських дзеркала 1872 року, які в Альтіво взять шарів з рівня. Лена каже про те, що пані Роканянки, яка не залишила зеркала, не залишила, не кілька років, бавши, дуже рано. Підійдемо поближе к настоящому венеціанському зеркалу. Настоящее венеціанское зеркало. Голосіна? 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 Звісно! Голосіна? Паніна вирішається! Кроме Олега, смейте головные уборы. Бальку можно? Бальку можно. Он прям. Ну что ж, вот такой был красный зал. Продолжим, мы сходим дальше. Кто вас четко прошел? Один из внутренних двориков университета. Очень красиво. Большой по площади сквер такой. Да, внутренним двориком он назовешь, это скорее всего парк. Университетский парк. А ваша страна, это европатичный парк, это декоративный парк, с двоих дарами, но он же наиболее высотой церкви, что было везде. Перехидал до фарту по грудям, троекуденцей, чеху, йозефу, главцы. Один из двоих памятников в нашем месте, киньки, никогда не был до него долоней. Замин колодец, если подавали петлю воду в покои митрополитов, трохи далек. Невеличкий штучного возраста до 50-х років були лебеді, а по парку бігли дикі кози. Тепер тільки білочки та деякі студентки. За білочками филологічного факультету. В кінці парку Кам'яний гроз витикав, що був підземний хід до залізничного вокзалу. Це тут близько метри вісімсот проводить тут найчисніші водопроводчинка. Сюда, я не за парку, ще не дуже пускаю. Мои смешені церкви така шабака, параллі алкоголі демо тавакана. Вас диність вирішення. Так само послушно сьогоднішній дискуссант, в якому метро висунчих зажигалок, после іскусственних пропустів подвищать свежий буховецкий спорудов. Якраз так. Так, якщо буде на фарсіпор кіне воно-тену. Я не сподіваю. Я думаю, що воно. Воно. Задивайте. Или воно. Да уж! Ну, в общем, да, действительно, экскурсоват при вселинках всегда. Не пропустив ситуацію пошутить. Ну, а мы продолжаємо смачити дальше. ми вже Движемся на выход по этой шикарной лестнице, встречая красивых студентов университета. Ну что ж, экскурсия по университету заканчивается, мы выходим внутренний дворик и уже насладившись архитектурой. Поснимаем снаружи. Так, идем на выход как раз. Да, есть что посмотреть. Здание университета очень интересно. Кстати, объясню всем, кто будет смотреть этот ролик, вот очень интересное применение вот этого центральной аллеи, по которой ходить нельзя, поскольку летом испарения, которые происходят с этой аллеей, влаги, усланной галькой, оказывается, помогают не разрушаться камням строений, которые находятся вокруг, как нам прояснил экскурсовод. Ну что ж, с вами был я, Олег Григорьев, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok